Острые проблемы и пути их решения обсудили на заседании оперативного штаба по комплексному развитию региона. Начали со свежих данных ковидной статистики. Алексей Русских сделал акцент на прививочной кампании. Ульяновцы вакцинируются, но не так активно, как хотелось бы. Общий показатель вакцинированных первым компонентом на сегодня с учетом Демитровгада составляет более 636 500 человек. Это 80,2% от подлежащих вакцинации. И ревакцинировано 93 тысячи человек. При этом сохраняются низкие темпы вакцинации и ревакцинации. За последние сутки вакцинировалось всего 210 человек. Поэтому я снова и снова призываю наших жителей прививаться. Не пройти, не проехать. Ульяновские дороги занесло снегом. Профильным специалистам работы прибавилось, но эффект отбурной деятельности пока мало заметен. Как утверждает министр транспорта, чистит пути сообщения круглосуточно. Местные жители регулярно обращаются в департамент автомобильных дорог. Есть такой вид работы, как дежурное патрулирование. Это патрулирование не только снегоуборочной техникой, но и патрулирование сотрудниками подрядных организаций, которые занимаются содержанием региональных дорог. Работает круглосуточно-мониторинговый центр в департаменте автомобильных дорог. Около 20 обращений за прошлой неделю поступило на наш контактный номер, который на сайте министерства отражен. Специалисты Минэкономразвития работают над ростом зарплат ульяновцев. В прошлом году они заключили почти 2000 соглашений с внебюджетными организациями. В 2022 году эта работа будет продолжена. Мы говорим о работе региональных комиссий, муниципальных комиссий, которые будут заседать раз в две недели. Здесь работа будет продолжаться с новыми предприятиями и с теми предприятиями, которые не нашли возможности пойти на встречу и заключить соглашение о увеличении уровня оплаты труда в 2021 году. В аппаратных совещаниях теперь будут участвовать и активисты общественной палаты. Алексей Русских предложил им решать социальные вопросы вместе с правительством. Также общественники ежегодно будут принимать отчеты властей. Уверен, что ваша вовлеченность и внимание к широкому кругу проблем, а также включение в эту работу активных жителей области будет стимулировать органы власти к более ответственному и качественному выполнению своих прямых обязанностей. Алексей Русских раскритиковал работы главы Ульяновского района. Дело в том, что ранее депутаты муниципалитета не согласовали в бюджете средства на горячее питание для льготников. Нуждающиеся школьники и их родители оказались в сложной ситуации. Благо региональные и федеральные программы работают, а муниципалы в этот раз подвели. Алексей Юрьевич, мы не просмотрели ее, мы о ней знали. Просто в первоочередных задачах депутаты приняли решение, что пока приостанавливаем эту норму поддержки. Глава региона поручил Горячеву исправить ситуацию с питанием. Также ему предстоит ускориться со сдачей физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Главу района обязали уложиться в срок до 15 февраля. Понимаете все необходимые для этого решения и в феврале запускайте бассейн. В селе Большое Нагаткино наладили систему теплоснабжения. В доме для детей-сирот больше не холодно. Глава Минстроя Константин Алексич планирует продолжать работу с проблемным объектом. За два дня 13-14 было приведено в нормативное состояние порядка 11 квартир. На сегодня запланировано еще 4 квартиры. По 8 квартирам претензий не имеют, но мы все равно настаиваем открыть нам доступ для того, чтобы эти все равно скрытые недостатки устранить. Специалисты Минстроя уже проводили экспертизу в отремонтированном доме. По результатам замеров температура в помещениях составила не менее 20 градусов.